Всем привет! В сегодняшнем видео уроке я бы вам хотела показать, как связать вот такое вот 3D сердечко, объемненькое. Оно небольшое по размерам 6-7 сантиметров. Такое сердечко отлично подойдет в качестве подарка своими руками на День Святого Валентина, либо вложение в игрушечку, опять же таки, на День Святого Валентина, либо просто в качестве оформления. Можете небольшой шнурочек здесь приделать, получится такой замечательный брелочек просто в качестве отдельного подарка, как Валентинку. Можете здесь вышить, например, какие-то буквы, добавить носик, глазки, в общем, как ваша фантазия вам подсказывает, прислушайтесь к ней. В общем, если вам понравилось, присоединяйтесь, мы начинаем вязать. Для вязания вам понадобится небольшой моточек пряжи, любой можете взять, любой цветом, какой хотите, чтобы у вас было сердечко. Далее крючок под размер вашей пряжи, под толщину ножнички для обрезания кончиков и немного наполнителя. Можете использовать синтепон, синтепу, фалфайдер, вату, в общем, я буду обычную нестерильную вату использовать. Берем пряжу в крючок, делаем кольцо амигуруми, закрепляем его и набираем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаем петелечку, стягиваем колечко. Первый ряд окончим. Второй ряд делаем в каждый столбик, в каждую петелечку прибавочку, то есть провязываем по 2 столбика без накида. 1, 2, прибавочка в первую петлю сделана. Во вторую, третья, четвертая, третью петельку, пятая, шестая, следующую, седьмая, восьмая, девятая, десятая. И последняя прибавочка, одиннадцатая и двенадцатая. Второй ряд закончился. Вяжем третий ряд. Третий ряд мы будем делать также прибавочки, но чередовать. Вязать сначала столбик без накида, в следующую петелечку, прибавочка. Затем снова столбик без накида, прибавочка. Итак, я делаю прибавочку, это третий столбик провязан, в следующую, просто вяжу столбик без накида, это у нас четвертый, затем прибавочка, пятый, шестой столбик, далее просто столбик седьмой, затем прибавочка, восьмой, девятый, Далее десятый, прибавочка, одиннадцатый, двенадцатый, просто столбик тринадцатый, прибавочка, четырнадцатый, пятнадцатый, просто столбик шестнадцатый, Далее прибавочка, семнадцатый и восемнадцатый. Четвертый ряд. Я вам посоветую вот этот кончик наш, где мы стягивали колечко, теперь поставить как отметочку начала ряда, как бы его вперед выкиньте. И теперь мы будем чередовать. Провяжем в каждый столбик по столбику пять раз, то есть пять столбиков без накида, в шестой мы сделаем прибавку. Итак, три раза. Один, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый, прибавочка, в шестой, в седьмой. Далее снова один столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, пятый, в шестой прибавочка, шестой и седьмой. И третий раз провязываем пять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. И в шестой прибавочка, шестой и седьмой. Итак, четвертый ряд мы завершили. Пятый и шестой ряд вам нужно провязать без изменения. То есть, если мы посчитаем, у нас сейчас 21 петелечка по кругу, 21 столбик провязан. Два ряда это 42 столбика. То есть, начинаете считать 42 столбика. Один, два, три, четыре, сорок один и сорок два. Теперь, немножечко привыкните ниточку и вам нужно сейчас обрезать ниточку, где-то приблизительно оставив 10 сантиметров. И также обрезать вот эту ниточку, которая у вас была отметочкой рядом. Такие детальки вам нужно провязать две штучки. Это и будет наше начало сердечка. Провязав две одинаковых детальки, берем ту детальку, которую мы вязали первой, с обрезанной ниточкой. Вводим крючок в петелечку. Немножечко стяните петельку. А теперь берем вторую детальку с основной нитью. И вводим крючок. Также у вас на крючке сейчас две одинаковые детальки и две петелечки. И получается, делаете протяжечку. Через первую детальку второй. Немножечко подкрепите ниточку. Это у нас мы затянули, стянули, получается, две деталечки. И продолжаете вязать 17 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. По кругу идите. 6, 7, 8, 9, 16, 17. Довязали 17. До конца ряда у вас осталось до промежутка между чашечками 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь берем вторую чашечку и отсчитываем. 1, 2, 3, 4 петельки. То есть у вас получается на одной части 4 и на второй. Их пропускаете и вводите в пятую петельку. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5. Вводите крючок и провязываете столбик без накида в пятую петельку. И далее довязываем. Это получается 1 столбик, второй столбик. И продолжаем вязать до 17 столбика. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. И последняя петелька, последний столбик, 17. При вытяните немножечко петельку, чтобы она не спустилась, вытягиваете крючок и поворачиваете внутренней стороной. То есть чтобы у вас чашечки были внутренней стороной. Как вы видите, здесь у нас остались открытые петельки. С одной стороны 4 и с другой стороны. Мы берем ниточку, натягиваем ее и вводим крючок, делая соединительные столбики. То есть вот в 2 вводите, в 2 стеночки вводите, вытягиваете петелечку. Во вторые 2 стеночки вводите, у вас 2 петелечки и протягиваете одну через другую. И так вам нужно прошить все вот эти петельки протяжками. Можете взять, если вам хочется, вденьте ниточку в иголочку и прошейте. Как вам удобно. Мне, например, удобно в принципе крючком, поэтому я не буду как бы заморачиваться, а просто прошью вот здесь вот крючочком. У меня в принципе нормально. Вы, если хотите, вденьте ниточку, еще раз повторюсь, в иголочку и прошейте. Если у вас не помещаются вот здесь вот некоторые петельки крючочек, то можете поменять на более тонкий, как хотите, в принципе, ну, как ваше желание, как говорится, проявится. И вот делаю я соединительный столбик, еще раз делаю воздушную петлю и затягиваю. Вот у меня как раз хватило ниточки вот этой кусочкой. Теперь я ниточку прячу в наши чашечки. Вот так вот. И вяжу восьмой ряд. Продолжаю восьмой ряд вязать следующим образом. От первого, начиная с столбика, вот здесь вот, вяжу семь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Затем убавочку. Убавочку можете сделать двумя способами. Либо в одну ввести петелечку, вытянуть петлю, во вторую ввести, вытянуть петлю, у вас на крючке три петелечки, и сделать общую петлю соединивых. Либо, как я обычно делаю, за передние стеночки цепляю две петелечки, вот так вот, за передние стеночки. Делаю общую петлю и довязываю столбик. Таким образом я делаю убавочки. Теперь, сделав убавочку, провязываем 15 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, четырнадцать и пятнадцать. Делаем убавочку снова за две передние стеночки. Вяжем столбик без накида. И довязываем до конца восемь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Довязали ряд. И следующий ряд, это уже получается у нас девятый. Снова вяжем семь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Делаем убавочку. Один, два, убавили за стеночки, за передние. И довязываем 14 столбиков без накида до следующего убавления. Два, три, четыре, пять, шесть, тринадцать и четырнадцать. Делаем убавления за две передние стеночки. Я всегда делаю, еще раз повторюсь. И довязываем ряд до конца. Семь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Десятый ряд провязываем следующим образом. Шесть столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Очередная наша убавочка. Один, два, провязываем вместе. И теперь снова 14 столбиков без накида до следующей убавочки. Один, два, три, четыре, тринадцать, четырнадцать, убавочка. Два столбика провязываем за передние стеночки снова вместе. И довязываем ряд до конца. Шесть столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять и шесть. Теперь провязываем шесть столбиков без накида, убавочка. И далее тринадцать столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И убавочка за передние стеночки два столбика провязываем вместе. А теперь тринадцать столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, тринадцать и тринадцать. Снова убавочка. Один, два, захватываем вместе провязываем. И довязываем пять столбиков без накида до конца ряда. Один, два, три, четыре, пять. Провязали до конца ряда. Это у нас получается одиннадцатый. Двенадцатый провязываем так. Шесть столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Убавку делаем. Провязываем два столбика вместе. Теперь четыре столбика без накида. Один, два, три, четыре. Снова делаем убавление. Два столбика провязываем вместе. Теперь провязали убавление. Провязываем пять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. Снова делаем убавление. Два столбика провязываем вместе. И до конца ряда довязываем четыре столбика без накида. Один, два, три, четыре. Довязали до конца. Получается двенадцатый ряд. Тринадцатый ряд делаем убавление сразу же в начале ряда. Делаем убавление. Делали убавление. Затем провязываем пять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. Провязали пять столбиков. Снова делаем убавление. Провязали убавление. Теперь вяжем три столбика без накида. Один, два, три. И снова делаем убавление. Как вы видите, мы все больше и больше приближаемся к завершению вязания нашего сердечка. Теперь провязываем четыре столбика без накида. Один, два, три, четыре. И снова вяжем наше убавление. Провязываем убавление. И до конца ряда у нас остается провязать три столбика без накида. Один, два и три. Еще один ряд мы провязали. Приступаем к четырнадцатому ряду. Тоже сразу в ряду делаем первое убавление. Провязали убавление. И я вам советую сейчас подошел тот момент, как раз таки, когда нужно наполнить. Потому что дальше у нас будет все больше и больше завершения идти. Итак, наполняете своим наполнителем хорошо, максимально проталкивая к началу нашего сердечка, к нашим вот этим вот выпуклым частям. Итак, мы передали формы нашему сердечку. И теперь продолжаем. После нашего убавления продолжаем чередовать. Столбик без накида, убавление. Столбик без накида, убавление. Советую вам не цеплять наполнитель, чтобы потом его вам не пришлось доставать, как говорится, с сердечка, со стеночек. В общем, продолжаем чередовать. Убавление, значит, столбик без накида следующий. Убавление, столбик без накида. И так до конца ряда. Убавлять все-таки я вам советую за передние стеночки, так как более получается тайно, красивенько. И не забывайте не захватывать наполнитель. В конце ряда провязываем два убавления подряд. Довязали до конца ряда. А теперь предлагаю вам донаполнить до самого последнего, так сказать, конца. И сейчас мы по ходу убавления, сейчас мы будем делать только сплошные убавления до конца нашего вязания. И по ходу завершения, как сказать, по ходу завершения мы будем донаполнять, чтобы у нас была такая наполненная игрушечка до самого-самого конца. В общем, сейчас продолжаем вязать одни убавления. То есть, вот, раз убавления, два убавления, три убавления. И так, по ходу этого ряда у вас получится шесть убавлений. То есть, останется шесть петелечек. И вам еще те оставшиеся шесть петелечек нужно будет убавить три раза. В общем, вяжем сплошные убавления. Или можете, сделав шесть убавлений сейчас, оставшиеся шесть петелек просто стянуть. Как вам будет удобно, так и делайте. Я, например, буду завершать до победного, так сказать, конца. Вот сейчас у меня осталось небольшое отверстие из шести петелек. Я еще хочу донаполнить немножечко остаточек сердечком. Донаполняв, я завершаю сердечко сплошными убавками. И так вот до, так сказать, победного нашего финала еще делаю парочку убавлений. Теперь, чтобы вам было проще, вы можете вдеть ниточку в иголочку. И вот это вот стянуть место, чтобы у вас не было вот этих вот выпуклостей разных. В общем, убираем наш вот этот вот финальный, финальное окончание, убираем ниточкой и иголочкой, то есть во внутренние стежки. Вот я стянула иголочкой сердечко, как вы видите, окончание свое. Убрала, так сказать, недостатки небольшие моего окончания. И вот придав немножечко так форму красивенькую, получаем вот такое замечательное сердечко-валентинку. В общем, всех с праздником, с наступающим! Ровных петелек вам! Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Пока!